Уроки физкультуры по-новому. В Пендерской школе номер 15 устанавливают скалодром. Спортивное сооружение опробуют уже в это воскресенье. Там проведут тренинг по подготовке к скалолазанию. В спортзале школы установили строительные леса. На месте будущей стены для скалолазания рабочие крепят швеллеры. На днях здесь уже начнут устанавливать объемные металлоконструкции и фанерные блоки. Общая площадь мини-скалодрома 25 квадратных метров. Запланировали хорошие четыре дорожки, чтобы можно было разной категории уровней сложности. Прямая стена, наклонная стена с откосом, чтобы было интересно по ней лазить, чтобы ребята могли заниматься и развиваться дальше. Идея создания стены для скалолазания принадлежит двум учителям 15-й школы. Весной они приняли участие в городском конкурсе малых грантов. Все проекты были направлены на улучшение условий жизни молодежи в Приднестровье. Конкурс проводится Бендерским фондом молодежи при поддержке местной госадминистрации. Проект «Скалолазание для всех» оказался одним из лучших. На его реализацию выделили 11 тысяч рублей. Большую помощь в установке стены оказывают и шефы школы, завод-прибор. У нас очень большие планы на эту стенку. Это очень большое подспорье в спортивных мероприятиях, которых у нас проходит достаточно много. Это, в первую очередь, наш знаменитый Форд Кавказ. Кроме того, День здоровья, различные спортивные мероприятия, которые периодически проводятся в течение года. Кроме того, так вышло, что школа – это единственный культурный, можно даже так сказать, спортивный центр нашего микрорайона. И, возможно, даже мы постараемся выделить какой-нибудь день, организовать, чтобы дети, которые живут на этом районе, могли использовать эту стенку. Торжественное открытие стены для скалолазания состоится 22 августа. А пока, в воскресенье 11 августа, на территории школы пройдет очередное спортивное мероприятие для жителей микрорайона. На нем проведут первые тренинги по скалолазанию. Елена Расланова, Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok